21 февраля родился народный поэт Абхазии, основоположник абхазской литературы Дмитрий Иосифович Гулия. Биографии и творческий путь Дмитрия Гулия весьма насыщены. Родился он в селе Уарча в бедной крестьянской семье. В раннем детстве вместе с семьей, как и большинство гумбских абхазов, был выселен в Турцию. Однако его отцу все же удалось вернуть семью на родину. Учился в учительской семинарии в Горе. Был учителем. В 1892 году вместе с Константином Мочеваряни составил абхазскую азбуку. Первый сборник стихов поэта вышел в 1912, в котором он выражал ненависть абхазского народа к угнетателям, его мечте о светлом будущем. В 1921 году Дмитрий Гулия организовал и возглавил первую абхазскую театральную труппу. В 1922-1924 годах преподавал абхазский язык в Тбилисском государственном университете. Был редактором первой абхазской газеты «Обсна». Из-под пера Дмитрия Гулия вышло бесчисленное количество творений, которые оставили свой яркий след в национальной литературе. Помимо любовной лирики, в своих произведениях он отображал нелегкую жизнь крестьян. Поэмы «Песнь об Абхазии» и «Осень в селе» проникнуты пафосом дружбы и единства народов. Дмитрий Гулия является автором первой абхазской новеллы «Под чужим небом». В романе «Камачич», который вышел в свет в 1940-м, показана жизнь угнетенных при царизме абхазов, безрадостная судьба женщины. Роль Гулия в развитии абхазской культуры очень велика. Ему принадлежат труды по языку, истории, в которых он, в частности, пытаясь объяснить происхождение абхазских негров, проводил параллели между абхазской и эфиопской топонимикой. Им написаны труды по этнографии абхазов, хрестоматии и учебники. Дмитрий Гулия дважды избирался депутатом Верховного Совета СССР. Умер Дмитрий Гулия 7 апреля 1960 года. Он похоронен в центре города Сухом во дворе его дома-музея. Произведения Дмитрия Иосифовича переведены на десятки языков мира. Именем Дмитрия Гулия названа Государственная премия по литературе и искусству.